Продолжение следует... А вы в курсе, что зимние игры в Сочи дали импульс для развития добровольческого движения по всей стране? В организации проведения Олимпиады было задействовано более 25 тысяч волонтеров. Зимние игры закончились практически два года назад, но волонтерство продолжает развиваться и крепнуть. Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые затрагивают интересы всех сочинцев. И гость нашей программы сегодня – исполняющая обязанности заместителя начальника управления, начальника отдела развития добровольчества, управления молодежной политикой администрации города Сочи Анна Жигулева. Анна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, действительно, игры в Сочи закончились практически два года назад, но Центр развития волонтерства нашего города продолжает работать. Чем он сегодня занимается? Начать хотелось бы с того, что Центр был открыт в 2011 году практически специально для реализации программы городских волонтеров в рамках проведения 22-х зимних олимпийских 11-х паралимпийских зимних игр в городе Сочи. Но деятельность городских волонтеров началась намного раньше 2014 года и, конечно, даже продолжается по сей день. И, если честно, могу сказать, что мы, как никто, ощутили на себе постолимпийское наследие, потому что в 2015 году прошло порядка 300 мероприятий, я, конечно, говорю, от менее крупных до крупномасштабных мероприятий, в которых участвовали наши волонтеры. Такого, конечно, по-моему, еще не было ни до Олимпиады, ни во время даже Олимпиады. Практически каждое второе мероприятие, которое проводится в городе, не проходит без участия наших городских волонтеров. Если говорить про какие-то такие важные крупные мероприятия 2015 года, то это, конечно же, Международная конвенция «Спорт-Аккорд», это Всемирные игры колясочников и ампутантов «Айвос» и множество различных спортивных мероприятий, кубков мира, чемпионатов и так далее. В «Формуле-1» задействованы волонтеры, ежегодные у нас гонки проходят? Да, мы сотрудничаем с «Омегой», оказываем содействие им в наборе волонтеров. Это волонтеры из числа студентов вузов и СУЗов города Сочи и, конечно же, наш актив – волонтеры серебряного возраста. Сколько сегодня волонтеров зарегистрировано у вас в волонтерском центре городских, так сказать, постоянно действующих, которые из мероприятия в мероприятие участвуют, участвуют и участвуют? Ну, здесь немножечко сложно сказать одну цифру, потому что после Олимпиады и на данный момент у нас порядка 6 тысяч волонтеров именно зарегистрированы в базе. Понятное дело, что кто-то уезжает, кто-то приезжает, меняются люди, но актив у нас есть постоянный, то есть активных волонтеров, которые с нами идут по всем мероприятиям, это порядка двух тысяч. Ну, приходится как-то привлекать волонтеров или они сами приходят в волонтерский центр? Сегодня есть интерес к этому добровольческому движению? Конечно, приходится привлекать на некоторые мероприятия, особенно когда происходят какие-то накладки по нескольким мероприятиям в один период. Но, вы знаете, основной набор происходит именно по входящим заявкам. То есть мы размещаем информацию о мероприятии в нашей официальной группе в соцсетях, у нас в волонтерском центре на живых досках, на нашей доске объявления. И практически основной набор происходит по входящим записям по волонтерам. Но иногда, когда мы понимаем, что очень сложно, очень большое количество волонтеров требуется на мероприятия, и, как я уже говорила ранее, иногда у нас есть пересечения по нескольким мероприятиям в один период, мы иногда обращаемся за помощью к нашим коллегам-краснодарцам, которые с удовольствием всегда студенты участвуют в различных университетах Краснодара, участвуют в наших мероприятиях. Но в основном это наши жители города Сочи, и это 99%. Есть еще очень такая интересная категория, это категория волонтеров серебряного возраста. Это активисты старшего поколения, которые хотят участвовать активно в нашей городской жизни. Сегодня это большая армия волонтеров серебряного возраста. Начнем с того, что это потрясающие люди. Я каждый раз восхищаюсь ими, их стремлением, их желанием поучаствовать где-то, быть частью мероприятия. И на данный момент их порядка 300 человек. Насколько я правильно помню, самому старшему волонтеру серебряного возраста за 80. И я иногда, когда работаем вместе с волонтерами серебряного возраста и молодежью, я всегда говорю молодым волонтерам, что ребята, учитесь. И волонтер серебряного возраста может дать фор любому студенту, любому школьнику. Своим жизнелюбием, своим стремлением сделать что-то быстрее, ответственнее. И поэтому у нас они прибавляются, волонтеры серебряного возраста, чему мы очень рады. А требования изменились после Олимпиады к волонтерам сейчас? Может быть, они менее жесткие или также остается знание английского языка и так далее по пунктам? Конечно же, знание английского языка приветствуется всегда. И уже даже не только английского языка. Потому что в город начало приходить еще больше международных мероприятий. Если взять те же игры Айваса, то нам даже требовалось знание китайского языка и португальского языка. И были такие волонтеры? Мы с этим справлялись, да. Я могу сказать, что английский язык нужен всегда. Повторюсь, очень много международных мероприятий. И, конечно, как таковое мы не требуем, что обязательное знание. Но есть мероприятия, на которых мы выставляем конкретные требования. И набор производим именно исходя из этих требований. Ну и находить всегда удается, потому что выбор есть, получается, да? Да. Замечательно. И еще впереди Чемпионат мира по футболу. Тоже очень важный старт. И для нашего города все очень ждут. Уже начался набор волонтеров на Мундиаль? Набор начнется летом, в 2016 году. И перед 2018 годом Чемпионата мира в нашем городе пройдет Кубок Конфедерации в 2017 году, на котором наши городские волонтеры также будут участвовать. То есть в данном случае у нас будет непосредственно наша программа городских волонтеров, которая будет проходить параллельно с программой Оргкомитета. То есть, как и во время Олимпиады, будет деление на Оргкомитетовских волонтеров и на городских. Во время проведения Кубка Конфедерации в 2017 году городских волонтеров будет порядка 1300. Во время Чемпионата мира по футболу мы набираем порядка 1050 волонтеров. Наши городские волонтеры будут работать как, в принципе, и во время Олимпиады в городской инфраструктуре, помогать гостям города ориентироваться на местности. То есть основная функция – это информирование будет. Ну и еще одно крупное событие. Уже совсем близко летом 2016 года пройдут хоровые игры. И по словам организаторов, столько иностранцев в наш город еще не приезжало, сколько приедет именно на это мероприятие. Как готовите волонтеров туда? Здесь, конечно, мы каждый раз говорим, что нас сложно удивить, но это мероприятие, я думаю, что удивит всех. Да, насколько я знаю, ожидается порядка 30 тысяч гостей, и причем большая часть из них иностранные гости. Сейчас по предварительному набору, по предварительному, вернее, по предварительной концепции у нас планируется набор трех тысяч волонтеров, и большая часть из них должны быть англоговорящие. Набор будет производиться не только среди жителей города Сочи. Мы очень надеемся, что отзовутся и волонтеры, которые у нас проявят интерес, другие иногородние волонтеры. Может быть, Краснодар нас поддержит. То есть сейчас будем активно набирать, активно агитировать, поэтому все желающие добро пожаловать в волонтерский центр, заполнять заявки, потому что такое мероприятие, правда, такого еще не было в городе Сочи однозначно. Ну, конечно, участвовать на таких мероприятиях, на спортивных, на крупных культурных мероприятиях, это очень здорово. А вот обычная, каждодневная работа волонтеров, в чем она заключается? Ведь есть социальные различные программы. Это и помощь пожилым людям, и помощь животным. Волонтерский центр участвует вот в таких социальных проектах? Конечно, участвуем. На мой взгляд, это основная задача волонтера именно в организации, в участии именно в социальных различных мероприятиях, акций. Практически ни одна экологическая акция не проходит без волонтеров. То есть все мы ценим чистоту в городе, которая практически сделана руками волонтеров. Затем, если говорить про помощь пожилым людям, то когда, то есть год 70-летия Победы, он стал знаковым, то есть еще больше стало проводиться различных акций, направленных на чествование, оказание помощи наших ветеранов в Великой Отечественной войне. Различные акции «Капля крови ради жизни», «Краевая акция», где волонтеры сдают кровь. Сейчас проходит акция «Елка желаний». Все они знают, она уже неоднократно проходит в городе Сочи по сбору подарков и средств для детишек, которые праздновать Новый год будут либо в больницах, либо дети, нуждающиеся в помощи. Поэтому акции, мы ни в коем случае не забываем про социальные акции, и волонтеры всегда очень рады участвовать в такого рода мероприятиях. То есть уговаривать не приходится, потому что проще же позвать волонтеров, допустим, на чемпионат мира по футболу, нежели пойти помочь пожилым людям. Или здесь перед волонтером не стоит выбор? Я очень рада, что у наших волонтеров есть все-таки желание помогать именно. Не просто поучаствовать в ярком мероприятии, что-то увидеть, какое-то закулисье. Конечно же, это всегда интересно. И, конечно же, я не буду говорить, что наши волонтеры на это не обращают внимания. Но большая часть волонтеров, они помнят о том, что такое слово «волонтер», что это значение этого слова. И мы рады, что они всегда вызываются помощным. Вы упомянули участие в экологических проектах. Что конкретно делают? Чистота в городе понятия растяжимая. Но в основном, насколько я знаю, заботятся об экологии, о сохранении экологии. Морское побережье убирают, русло, рек. Подробнее об этой работе. Экологические акции также у нас разнообразны. Изначально могу сказать, что волонтеры блока «Серебряного возраста» уже давно сотрудничают с нашим парком «Дерево дружба», с уголком фитофантазии. Они оказывают практически регулярно какое-то содействие по высадке растений, по уборке территорий. Если говорить про такие разовые экологические акции, то это, конечно же, уборка пляжных территорий. Если мы говорим сейчас, к сожалению, да, если же какой-то ЧАЭС у нас возникает в городе Сочи, то волонтеры одни из первых, кто выходит на уборку территории, как было летом. Неоднократно наши волонтеры убирали улицы города, улицы Адлера. Поэтому практически, то есть это акции, которые мы сами создаем, какие-то акции, которые непосредственно требуются помочь городу, на которые волонтеры всегда принимают участие. — Опыт у Центра развития волонтерства Сочи очень большой. Делитесь ли с другими, может быть, городами, регионами? Выезжаете на какие-то конференции, форумы по добровольческому движению? Наши волонтеры участвуют? — Вы знаете, к сожалению, очень редко, потому что, как-то у нас всегда получается, очень насыщенный график, что одно мероприятие сменяет другое, к нему нужно готовиться. И также и волонтеры участвуют либо в одном, либо в другом мероприятии. И, конечно же, нам звонят, вот я, например, могу сказать, что звонили, просили поделиться опытом Нижний Новгород, волонтерский центр, Волгоградский, то есть волгоградские наши коллеги. То есть, конечно же, обращаются. Относительно форумов, повторюсь, все-таки редко получается, но зачастую, если мы говорим про форумы, вот у нас есть наши студенты, которые также волонтерские ячейки в учебных заведениях же у нас есть, и у нас есть студенты Сочинского государственного университета, которые с удовольствием участвуют и представляют наш центр, свой центр в различных краевых акциях, вернее, краевых конкурсах по добровольчеству. Вот у нас девочка выиграла в своей номинации, первое место заняла в «Доброволец-2015» в Краснодаре. Поэтому стараемся, но, я говорю, очень насыщенный график, и поэтому достаточно сложно выбираться куда-то. Ну и вот, подводя итог нашей беседы, хотелось бы, чтобы вы составили такой небольшой портрет, какой вот сегодня сочинский волонтер? — Сочинский волонтер. Очень интересный вопрос. Наверное, конечно же, в нем должно быть, он должен в себя включить основные критерии волонтеров, основные принципы волонтеров — это уметь любить людей, желать помогать людям, и окружающей среде, но при этом человек, который оперативно срабатывает по каким-то моментам в мероприятиях, то есть креативность обязательно должна быть, потому как не всегда бывают какие-то стандартные ситуации, которые можно решить очень просто. Наверное, обязательно даже он должен быть жизнелюбивым и уметь радоваться, получать удовольствие от того мероприятия или той или иной акции, в котором он участвует. Я всегда, когда работаю с волонтерами, говорю, ребята, проживайте это, проносите через себя, тогда вы сможете качественно сделать задачу, которая перед вами поставлена, выполнить задачу, и вдобавок получить удовольствие. То есть не всегда волонтер делает то, о чем он мечтал делать. Иногда бывают какие-то задачи, иногда скучные, иногда даже не очень интересные, но когда я вижу, что они креативно подходят к решению даже самых скучных задач, они начинают получать удовольствие, поэтому креативность и жизнелюбие – это, может быть, даже одно из основных. Ну, время нашей программы подходит к концу, и хотелось бы, чтобы в завершении вы, может быть, пригласили волонтеров, чтобы приходили, занимались добровольческой деятельностью, ну, или, может быть, поздравить с наступающими праздниками. Вот, пожалуйста, камера. Уважаемые наши волонтеры и те, кто мечтает стать волонтером, конечно же, мы будем всех очень рады видеть у нас в центре. Центр находится на улице Советской, 26А. Мы всегда всем рады, мы всегда готовы вам предложить что-то интересное, какое-то интересное мероприятие или какое-то интересное событие. Поэтому от вас нужно только желание и только, может быть, даже какая-то мечта поучаствовать или посмотреть на то или иное мероприятие. Город Сочи – это огромная площадка по мероприятиям, поэтому, поверьте, ваша мечта точно сбудется. И, конечно же, хочется сказать спасибо нашим волонтерам, которые уже с нами, и особенно те, которые не первый год с нами. Спасибо вам. Без вас, наверное, мы не справились. И мы очень надеемся, что вы будете продолжать дружить с нами, работать рядышком с нами, участвовать в наших мероприятиях. И хочется пожелать вам самое главное – здоровья, и чтобы ваша энергия всегда шла на благое дело. С наступающим Новым годом вас! Ну и вам тоже пожелать вашему центру и развития, чтобы число волонтеров никогда не уменьшалось, потому что, мне кажется, волонтеры выполняют очень важную роль. Мне кажется, благодаря волонтерам даже сочинцы стали более гостеприимны, глядя на них. Спасибо большое за беседу. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня была исполняющая обязанности заместитель начальника управления, начальника отдела развития добровольчества, управления молодежной политикой администрации города Сочи Анна Жигулева. Спасибо. Спасибо. Ну и время нашей передачи подходит к концу. Я напоминаю, что вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин